В Мексике после мощного землетрясения магнитудой 7,1 растет число жертв. Сейчас в списке погибших 248 человек. В стране развернута масштабная поисково-спасательная операция. Под руинами десятков разрушенных зданий могут находиться люди. О чрезвычайном положении Мексики Нина Кононюк. Не успела Мексика прийти в себя после разрушительного землетрясения, сотрясшего юг страны в ночь на 8 сентября, как за ним последовал второй, еще более мощный удар стихии. Подземные толчки магнитудой 7,1 превратили юго-восток Мексики в руины. Под ударом стихии оказались штаты Мехико, Пуэбло, Морелос, Эдамекс, Геррера и Оахака. Бедствие настигло жителей региона днем в разгар рабочего дня. Я был в здании, и вдруг все начало трястись, и я выбежал на улицу. Отмечу, что катаклизм произошел в 32-ю годовщину другого разрушительного землетрясения, случившегося в Мексике в 1985 году. Как раз в тот момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных происшествий. Масштабная поисково-спасательная операция началась незамедлительно. Под завалами могут находиться сотни человек. Нашим приоритетом на данный момент является спасение тех, кто находится под завалами, и оказание медицинской помощи пострадавшим. В поисково-спасательной операции задействованы сотни военных сотрудников гражданской обороны, многочисленные волонтеры. К сожалению, многие люди погибли, в том числе дети, которые в момент удара стихии находились в школах, детских садах и домах. Я хочу выразить свои соболезнования всем тем, у кого землетрясение отняло родных и близких. Настоящая трагедия развернулась в Мехико. Там обрушилась школа. Под завалами погибли не менее 30 детей. Операция по спасению преподавателей и учеников продолжается. Всего в списке погибших уже свыше двух сотен человек. Данные о жертвах и пропавших без вести растут с каждым часом. Я не могу найти своего родственника после землетрясения. Власти сказали искать пострадавших в госпиталях и больницах. Мы обратились туда, и пока нет новостей. МВД Мексики объявило чрезвычайное положение в столице страны и в десятках муниципалитетах, пострадавших от стихийного бедствия. Туда направляются дополнительные силы для борьбы с последствиями землетрясения. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу движения на многих улицах полностью перекрыто. Кроме того, в результате землетрясения проснулся вулкан, расположенный рядом с Мехико. Произошло извержение и выброс пепла. Нина Кононюк, Дмитрий Астертах, агентство теленовостей.